Есть два способа отношения с Богом строить. Или развивать их самому, или с помощью старшего. Потому что старший является представителем того, кто в сердце находится. Удивительно знать, что старший всегда говорит то, что мне нужно. Некоторые люди говорят мне, «Олег Геннадьевич, вы говорите только то, что мне нужно». Но я об этом не знаю. Я просто говорю то, что мне подсказывает сердце. А так как сердце мне подсказывает то, что вам надо, поэтому Бог в вашем сердце, требует от Бога в моем сердце, ну сам от себя фактически, Бог один, того, что я должен говорить. Приведу простой смешной пример. Сейчас будете все смеяться. Кому из вас я что-то говорил во сне? Кому я приснился из вас хоть раз? Было такое? Вот вам на втором ряду. Что я вам говорил, когда приснился? Ощущения. А кому что-то говорил? Есть такие? Что я вам сказал, мужчина? Молиться, то есть я вам сказал. Но я этого не делал. Я честно вам говорю, я ночью как бы на вас не настраивался и не заставлял вас что-то делать. А когда я это попытался делать один раз в жизни, меня наказали очень сильно. Я расскажу вам эту историю. Я начитался книжек мистических, мне было 17 лет. И я начал учиться понимать себя во сне. Я начал сначала садиться во сне, потом вставать, потом начал подпрыгивать, потом начал махать руками и полетел во сне. Это все происходило в тонком теле, в психическом теле, как я потом понял. А я думал, это реально происходило с моим телом сначала. Потом понял, что с тонким телом. Потом я научился сквозь двери пролетать. А потом вылетел на улицу, наверное, на девятом этаже жил и удивился, потому что так высоко и я летаю. А потом я начал залетать в соседние квартиры, смотреть, что люди делают. Соседи, мои друзья. Потом говорил об этом, они удивлялись. Потом залетел в одну квартиру, видел бабушка, знакомая, соседка спит. Вечер был. И я решил ее напугать. Я ее напугал, она меня перекрестила, и у меня пропали все эти способности. Я больше уже не смог этого делать. Так что, так как вам недавно, мне относительно недавно я приснился, то это значит, что я уже не мог этого делать уже все. Это ваша сверхдуша, Бог в вашем сердце, предстал в том виде, в котором вам более приемлемо, чтобы дать вам знания. Он вам предстал в том виде, в той форме, в которую вы верите. И все. Точно так же происходит всегда. Когда человек встречается со старшим, то если у него в сердце есть какое-то желание, то старший передает ему знания. А мы уже вас благословили. Я думал, что вы в зале. Давайте еще раз благословим. Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала. Этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Горько не надо. Спасибо вам всем. Спасибо, садитесь. Я думаю, что они должны... Сидеть, Светарыч. Светы у кого-то есть, нет? Пускай с цветочками сидят. Столика не оказалось, да, пониже? А, по одному цветочкам дайте каждому. Ей дайте беленький, а ему красненький. Красный цвет – это мужской, сначала белый, женский. Это называется углубление отношений. То есть давать дары и принимать дары. Надо уметь. Это важно. Углубляет отношения. Итак, отношение к себе очень важно. И важно понимать, что я частичка того, кто находится в сердце, кто меня ведет по жизни. Потому что, если человек этого не понимает, то он живет в страхе. Страх, беспокойство – все эти вещи указывают на недостаточность отношений со своим сердцем. Люди часто говорят «самим собой». Но это не «самим собой», это «с Богом». Часто говорят «установите отношения с самим собой». Это не отношение к самим собой, это отношение с Богом. Потому что попытаться любить себя – это просто самовнушение. Ну, допустим, я очень хороший человек. Я Олег Геннадьевич очень хороший человек. От этого я чувствую себя лучше по отношению к себе или нет? Чувствую, но только внешне. Потому что по-настоящему почувствовать себя хорошо можно только если ты выполнил свой долг. Вот, допустим, мой долг – это давать, ну, читать лекцию, передавать знания, то есть отдавать его, и то знание, которое Богу принадлежит. Если я это сделал правильно, то я почувствую счастье в сердце, когда лекция закончится. А если неправильно, то почувствую тревогу. Понимаете, о чём я говорю или нет? Это называется отношение к себе. Оно вырабатывается совестью или по-другому назвать сверхдушой. Можно по-разному назвать. Богом сердцем можно назвать и так далее. Например, Бог в сердце мне говорит, что я не смогу читать лекцию, если меня фотографируют сейчас. Не, я не против. Это ваше, как бы нормально. Но такое я почувствовал в сердце. То есть, другими словами, что-то корчить из себя бессмысленно, что-то из себя делать бессмысленно, потому что уже есть, сформировалось отношение Бога ко мне, и оно будет меняться, если я буду менять своё отношение к жизни, к тому, что я должен делать. И иногда через боль это происходит. Иногда больно очень чувствовать и знать, что ты делаешь что-то не то. И так, отношение к себе и Богу, самые важные отношения, они формируют всё остальное. Неудовлетворённый человек, человек, который не чувствует, что он имеет миссию в сердце перед людьми, не чувствует веру в Бога, не чувствует себя защищённым Богом, не чувствует, что он важен для Бога, и что Бог важен для него, такой человек не может в полной степени подарить другому человеку счастье, даже если он пытается это сделать. Поэтому очень важно каждый день устанавливать отношения с Богом в своём сердце. Это установление отношений с Богом называется молитвой. Молитва означает, что мы стучимся в эти отношения, мы хотим отношений с Богом. Следующий вид отношений, который является также очень важным, стоит на втором месте, это отношения к святым людям, к старшим, и просто духовные взаимоотношения. Между нами сейчас духовные отношения сформируются, потому что я говорю на очень возвышенной духовной теме. Эти отношения дают развитие человеку, меняют его судьбу, и миропонимание формируется благодаря этим отношениям. По факту, эти отношения со старшими, с наставниками, и с духовными взаимоотношениями, они настолько важны, что без них невозможно вообще развитие человека. В нашей культуре практически у нас нет таких отношений. Вот у кого из вас есть наставник, поднимите руку. Видите, это не так много людей. А большинство людей не могут, не имеют возможности внутренней получить знания. Чаще всего они пытаются только изнутри его получать, но знание изнутри может идти от двух вещей, или от судьбы, или от Бога. Судьба обычно заблуждает человека, а Бог дает истину. Они отличаются друг от друга. Опытный человек способен почувствовать разницу между знанием от судьбы и знанием от Бога. Знание от судьбы имеет жгучую природу. Допустим, надо купить дом. Как понять, это от Бога или от судьбы? Когда знание от Бога приходит, оно имеет спокойную, ненавязчивую природу. Пришло время купить дом. Хорошо, будем покупать дом. Будем спокойно выбирать. От судьбы. Надо купить дом, надо купить дом. Имеет жгучую природу, навязчивую, невыносимо жить без дома. Если у человека жгучая природа, вот такое жгучее чувство возникло внутри, значит, это неблагоприятно. Это приведет чаще всего его к трудностям в жизни. Знание от Бога имеет спокойную, сильную, мягкую природу такую. Пришло время купить дом. Хорошо, будем выбирать. Вот этот понравился, да, спокойное чувство. Ааа, быстрее покупаем. Нет такого чувства. Занимаем денег, там кредиты, пять кредитов, на 10, на 15, на 20 лет. Нет, такого нет. От Бога приходит полномочия. Если вместе с тем, что надо купить дом, так же есть и возможность. Но если человек сам хочет это сделать, у него жгучее чувство в сердце, чаще всего это потом приносит страдания. Знание, это чувство имеет опасную природу. Чувство, идущее от судьбы. Мама, хочу выйти замуж за этого человека. Мама, хочу выйти замуж за этого человека. Успокойся. Подумай. Я уже все решила. Говорила мама мне про любовь обманную, Напрасно тратила слова, Затыкала уши, Я ее не слушала. Ах, мама, мама, Как же ты была права. Мамочка на саночках Каталась я весь день, Повстречалась с Колюшкой На свое я горюшко. Мамочка зачем? Итак, отношения к старшим имеют значение. Мама же имеет похожую судьбу на дочку. У них похожие судьбы. И мамочка уже знает, где шипы в судьбе. Она чувствует шипы. Если дочка не слушает, значит она будет попадаться на эти шипы. Отношения со старшими важны. И через старших совесть с нами общается. Старший — это тот, кто имеет отношения с Богом. Человек, который не имеет, мама, которая не имеет отношений с Богом, духовно неразвитый человек, она не может дать совет хороший. Цветочки надо чуть подвинуть, чтобы мы общались. Да, с вами, да. Сами для себя подвиньте. Цветочки чуть-чуть, да. Вот сюда. Хорошо, спасибо большое. Поэтому отношения со старшими дают защиту человеку. Они меняют его жизнь. Нужен старший в жизни обязательно. Отношения со старшими — два типа. Первый тип — это сердечное отношение, когда я верю в старшего. Второй тип — это слушание. Слушание старшего. Меняет жизнь. Знания о мире развиваются через слушание. 25 лет назад, когда я познакомился с духовной культурой, я начал слушать лекции старших. Начал слушание свое развивать. До сих пор я этим занимаюсь каждый день. Дальше. Следующий вид отношений — это взаимоотношения в социуме. В отношении к этому миру. Нужно четко понимать, к какому слою общества как я должен относиться. Есть люди в благости, которые стремятся к развитию, самосовершенствованию. Люди в страсти. Люди в страсти стремятся к материальному развитию, улучшению своего благополучия в жизни. И есть люди в невежестве, которые стремятся к независимости и собственному успеху. К этим трем категориям людей разные отношения. Если человек этого не понимает, то он будет страдать. И у него в жизни ничего не будет складываться нормально, если он не строит правильное отношение к этим трем категориям людей. У него будут трудности. Например, если человек близкие отношения с людьми в невежестве строит, то он теряет себя, разрушает свою жизнь. Близкие отношения с людьми в страсти приводят к зависимости сильной от людей. А близкие отношения с людьми в благости приводят к счастью и совершенствованию. Следующий вид отношений, очень важный для нашей жизни, это взаимоотношения близкие или родственные. Через них идет самая главная судьба, карма человека. Вот сейчас у этих молодых людей жизнь вступила в такую глубокую фазу, в фазу закручивания судьбы. Судьба становится очень глубокой, сильной. Если не уделять внимание взаимоотношениям, уделять внимание означает очень много принять и простить от близкого человека. Очень много принять и простить. Если этого не происходит, то будут страдания. Часто люди хотят пользоваться близкими людьми, они не хотят принимать и прощать, они не хотят отдавать. Отдавать означает фактически принимать недостатки близкого человека, разрешать ему быть самим собой. Понять, что его недостатки это его страдания, а не его желание издеваться надо мной. Люди имеют недостатки, потому что они страдают. если человек не имеет недостатков и не страдает, он приносит и мне же счастье. Но если я осознаю, что мой близкий человек делает мне трудности, потому что он сам этого не осознает и от этого сам страдает, тогда я его прощаю. Тогда мне с ним легче жить становится. Но отношения в семье это очень важная вещь. Очень важно, потому что иначе жизнь становится невыносимой, если человек не знает, как правильно строить отношения в семье. У кого из вас сейчас личная жизнь невыносима, поднимите его. Это значит, что вы не знаете, как строить свои отношения в семье. Все. В этом вся проблема. Больше нет никаких проблем. Есть определенные правила, мы сейчас, сегодня же об этом будем говорить. Основные какие-то вещи вы узнаете. Это избавит вас от страданий. Сразу же легче станет сердце. Дальше взаимоотношения деловые или взаимоотношения в коллективе дают развитие человека, материальное развитие. Он становится развитым, устойчивым в социуме. Есть еще отношения к этому миру и природе. Они приводят к гармонии у человека и к покою. Если человек способен правильное отношение к этому миру построить, то у него в сердце возникает спокойствие и гармония. и здоровье, тогда здоровье также. Человек получает здоровье. Существует три типа глубины отношений. Самые глубокие отношения и травматичные это отношения в семье, отношения с родственниками. На втором месте менее травматичные отношения это отношения в коллективе, но они тоже достаточно травматичные и глубокие. И третий тип отношений легкие отношения и отношения с друзьями. Достаточно легкие отношения. Они не то, что легкие, они могут быть глубокими, но несут в себе легкую карму, не тяжелую. То есть друзья могут простить легко, принять, выслушать тебя, то есть не так трудно с ними, как мужу и женой, допустим, с детьми. Друзьями легче строить отношения. Часто люди собираются в компанию какую-то дружескую и очень возвышенные речи толкают. Они говорят о возвышенной жизни, об отношениях возвышенных, потом приходят домой и разукрывают варежку друг на друга. И говорят, вы меня не понимаете, вот там меня понимают, а здесь меня не понимают. Почему так происходит? Потому что дружеские отношения имеют легкую природу, там легче быть возвышенным. А семейные отношения имеют тяжелую, глубокую природу, там тяжелее быть возвышенным. По-настоящему возвышенность человека проявляется именно в семейной жизни. Если в семейной и в личных отношениях человек возвышен, он может быть наставником по-настоящему для других людей. Понятно, да, система? Также существуют внешние и внутренние отношения между людьми. Внешние означают обычные отношения. Вот обычно мы строим отношения, это все внешние отношения. Внутренние отношения строятся во время молитвы, когда человек прощает, просит прощения, в сердце устанавливает связь с другим человеком. Веды объясняют, что сердце человека это как корень отношений. Корень имеет веточки вглубь, это родственники. Все вот корешки это родственники наши. Если какой-то корешок всасывает воду или счастье, то это все приходит ко мне обязательно. Да? И наоборот, допустим, у ребенка тяжелая судьба, что-то плохое должно произойти, у мамы в сердце возникает трудность. Что это значит? Что ее счастье, энергия счастья отдается ребенку. Иногда эта трудность преодолима, а иногда сердце ноет, и она чувствует, что не может ничего сделать с этой ситуацией. Тогда она начинает волноваться. Волноваться означает, антенка дергается, хочет, требует счастья от родственников. Но у родственников у всех общая энергия кармы, у них нет лишнего счастья. Они лишь незначительно могут помочь друг другу, за исключением той ситуации, когда кто-то из родственников имеет отношение с Богом, то есть молится, занимается духовной практикой. А вот когда человек молится, занимается духовной практикой, то через него удача приходит в жизнь всех родственников. Причем даже если какой-то родственник жил давно, но вы являетесь его родственником, он до сих пор духовной практикой занимается, уже в следующих жизнях, он является вашей удачей. Вот у вас такая есть ситуация, девушка на первом с светлым, да, у вас есть такой родственник, который вам несет удачу, я это вижу, чувствую. Когда дети так раз реагируют, это подтверждение. Бог через детей, через предметы и через старых людей действует всегда. Кразу всем захотелось, а мне скажите, да? Таким образом сердце является как резервуаром счастья, а отношения со всеми родственниками, они забирают это счастье из нашей жизни, особенно когда у родственников трудности в жизни. У какого-то родственника трудности все родственники от этого страдают, все отдают ему счастье свое. Если каждый из них начинает строить отношения с источником счастья, с Богом, то тогда страдания заканчиваются, потому что страдания означают всего лишь одну вещь, часто люди скупо просто страдают, мучаются, не понимая, что надо просто в это время молиться. В страданиях нет смысла, есть смысл только в молитве. Человек молится, он устанавливает отношения с источником счастья, наполняет счастьем всю среду, в которой он находится. И происходят три фазы. Вот допустим, ну какое страдание вы выбираете? Ну поднимите руку, у кого сейчас страдание, какое страдание родственников вы выбираете? У кого-то родственники страдают алкоголизм. Вот вы выбираете такое, да? Вы молитесь. Первая стадия развития. Вы успокаиваетесь по отношению к родственникам, которые страдают алкоголизмом. Это значит, что вас хватает сил победить его судьбу. Вы успокаиваетесь, вы знаете, все будет хорошо с его алкоголизмом. Не надо волноваться на этот счет. Все решится. Вторая стадия энергии счастья перетекать начинает между вами все больше, перетекает к нему. Человек наполняется энергией счастья, человек пьет, потому что не хватает счастья. Горилка от слова горе. Не хватает счастья. энергия счастья перетекает к нему. У него в следующей стадии возникает чувство, что ему стало легче. Ему стало легче, и в этот момент у него также просыпается чувство совести, что пить, в общем-то, не очень хорошо. У него появляется сначала счастье, потом приходят знания. Всегда есть две стадии отношений с энергией счастья, энергии Бога. Первая стадия счастья, успокоение, ему стало спокойнее, то есть человек не чувствует, что это сначала как счастье на фоне алкоголизма, просто ему стало жить спокойнее, первая стадия, потом вторая стадия приходит знание или отрезвление, человек начинает задумываться о том, как он живет, совесть начинает действовать. Третья стадия это страдания с его стороны, то есть он хочет жить по-другому, но не может. Четвертая стадия перемены и пятая стадия победы. И все это может осуществляться за счет того, что вы молитесь или получаете энергию счастья и передаете ему. Молитва означает связь всегда, отношения. Приведу такой пример. Ну допустим, вот молодые люди, повернитесь к своей супруге и говорите ей вот так быстро, повторяйте, быстро, концентрируясь просто на звуке и больше ни о чем другом. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, и слушайте свой звук просто и все. Я тебя люблю, я тебя люблю, повторяйте. Концентрируйтесь на звук, слушайте свои слова внимательно. до вас дошло, нет, что-то получили вы, нет, девушка? Не очень, да? Теперь возьмите просто, вспомните ее в своем сердце, не смотрите на нее, просто в сердце, вспомните в своем и вспомните первую встречу, первый раз, как вы встретились. И повернитесь и скажите, вот помня об этой первой встрече один раз просто, я тебя люблю. Нет, сначала вспомните, первую встречу, не торопитесь. Теперь поворачивайтесь. Вы почувствовали, нет? Да, видите, она покраснела даже, ей передалась любовь, почувствовала. Я тебя люблю, я люблю тебя. Да? Это с чувством называется, с чувством, когда человек говорит, что это значит? Это значит от сердца, чувство, откуда идет, из памяти, которую дает Бог. От памяти это означает санкции. Вот почему при первой встрече им так хорошо вместе было? Потому что Бог их соединил, Он дал санкции на эти отношения. Когда человек это вспоминает, что происходит? можно передать словами. Сначала мы вспоминаем отношения, потом мы говорим. Это называется молитва. Не просто повторяй, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Никакого толку нет. Надо что-то вспоминать. Надо вспоминать, как ты на святом месте был и почувствовал это счастье. Надо вспоминать наставника, первое отношение с ним. Надо вспоминать икону, которая тебе дала счастье. Надо вспоминать музыку духовную, которая тебя вдохновила, надо вспоминать праздник духовный, который тебя вдохновил, надо вспоминать что-то, что связано с твоими отношениями с Богом, и это время повторять молитву. И это означает связь, тогда наступит связь с Богом в этот момент. Не просто ничего не работает, с тема не работает, с тема работает, когда ты вспомнил и сказал потом, вспомнил, сказал, вспомнил, сказал. Вот так вот. Торопиться не надо. И когда эта связь наступает, корень дерева поливается, все корешки получают счастье, свое получают. Вы становитесь англом-хранителем для всех людей, которые вас окружают. Все. Лекция по взаимоотношениям закончилась. Расходимся.